Самые полезные растения, на мой взгляд, те, которые обращают наше внимание чем-то, репьи цепляются, а крапива жгется. Но мы часто отмахиваемся от крапивы, уничтожаем ее всеми подручными средствами, и лопатой, и косой, и сербом, и рукавицах, выдираем и выкидываем. А крапива говорит, я полезная. Дело в том, что вот эта крапива, она кладезь вообще всего полезного. Удивительно, калии там много, но кальция не меньше. Есть каротин, это витамин А, без которого вообще рост невозможен. Там много витамина К, это витамин, который предотвращает всякие кровотечения. Много-много микроэлементов. Железо, марганец, хром, медь, ванадий. И удивительно, на этом надо акцентировать внимание, здесь очень много железа. Многие препараты железа, такие как фермлек, например, и многие-многие, и они уступают по действию крапивы, по эффективности крапивы, по свойствам насыщать кровь гемоглобином. Но мало кто знает в современности, что крапива является анаболиком, то есть резко повышает наращивание мышечной массы. И обладает высокой калорийностью. И сейчас увлекается бобовыми, особенно соей. Но белка протеина в этих листьях крапивы нисколько не меньше, чем в бобовых. По существу у крапивы лишь одно противопоказание. Это очень густая кровь. Но и этим людям мы советуем крапиву пить, потому что повышает крапива и иммунитет, и улучшает работу кишечника, устранение дисбактериоза. Лишь надо к этим листьям крапивы добавлять равное количество травы доника, которая компенсирует кровоостанавливающий или сгущающий кровь действие. Крапиву мы рекомендуем приготовлять по-другому, нежели другие травы. Потому что содержащие в ней витамины, они достаточно хрупкие и долго в водном настое не хранятся. Как это делается? Мы рекомендуем, если цельные листочки, то их брать примерно по 3-4-5 листочков на одного человека. Это на дно человек. И достаточно вот эти 3-5 листочков залить сырой водой, закрыть крышкой кастрюльку, довести до кипения на среднем огне. И надо сразу же включить огонь. Дождаться, когда распарится лист, это примерно 30 минут. И выпить этот тварь за 10-15 минут до еды. В три приема. Если люди работающие, то можно выпить утром и вечером после работы. Листья же мы рекомендуем съесть. Вот такие свойства в обыкновенной крапиве, которые мы боимся. Боимся. Она лишь... А крапива лишь этим. Старается обратить наше внимание. Я тоже полезная. Я тоже хорошая. Используйте меня, пожалуйста. Очень настоятельно рекомендую использовать листья крапивы для общего укрепления организма. Крапива абсолютно всем полезна. И старому, и молодому. Крепко вам здоровья.